Слава Господу! Налаштувалась весь слух и будем слух от Слова Божьего. Буду сегодня с вами делиться основами, на чем стоит церковь. Церковь это столб и утверждение истины, написано в Слове Божьем. Это не государство, это не конституция, это не духовная литература, это не философские заключения, это не школа, не институт, не университет. Значит, столб и утверждение истины это церковь, так написано в Слове Божьем. Поэтому она стоит выше всего, выше руководства любой страны, выше мысли, выше научных работников, она стоит выше всего, потому что выше Бога не может быть ничего. И Бог сказал, я создам церковь и врата ада не одолеют ее, это сказал Иисус Христос. Поэтому он и придет не за отдельными людьми, не за одиночками, а он придет за своей церковью. Церковь – столб утверждения истины и это творение Божие, которое должно объединить всех людей на земле в единое христианство под руководством Иисуса Христа и Его Слово Божьего. Мы с вами тоже часть этой Вселенской Церкви. Хочу сразу же вам ответить и сказать, что Вселенская Церковь – это не что-то выдуманное, когда человек ни в какой церкви не находится, и он себе придумает, а мне и не нужна церковь, я нахожусь во Вселенской Церкви. Вселенская Церковь – это объединение всех церквей во всем мире, христианских церквей, которые живут по одному и тому же Слову Божьему, написанному в Библии. Где причем написано и сказано, если кто придет и будет вас учить не тому, чему учили мы, то есть это говорят апостолы, то да будет ему вечное проклятие. Еще раз, если кто придет и станет вас учить не тому, чему учили апостолы, говорит апостол Павел, да будет ему вечное проклятие. Поэтому мы с вами должны учиться, и я как пастор должен учить вас по Слову Божьему. Не придумывать свои идеи, не смотреть на стихии мира. Мы смотрим на Слово Божие, взираем на нашего Бога, на нашего Иисуса Христа. Он создал церковь. Врата ада ее не могут одолеть две тысячи лет. Ее давно пытались уничтожить. Все время пытались уничтожить Церковь Иисуса Христа и уничтожить Слово Божье. Когда-то Хрущев сказал, что в 61 году покажу вам последнего верующего СССР. Хрущева давно нет, а верующих стало во много-много раз больше. И церквей увеличилось во много-много раз больше. Человек, который ненавидел Библию еще во времена Средневековья, один из королей сказал, что он лично уничтожит последнюю Библию. Он не смог этого сделать, когда он умер. На его собственном станке печатном печатались Библии после его смерти. Поэтому шутить с Богом нельзя ни в коем случае. С церковью шутить тоже нельзя, потому что это он создал церковь. Единственное, что могу сказать, на сегодняшний день очень многих уже одолели врата ада. Люди, которые не живут в церкви, как сказал Господь, а находятся где-то сбоку, где-то рядом, где-то по-своему. Есть определенный порядок у Бога. И наш Бог есть Бог порядка и Бог устройства. Я опять-таки цитирую Библию. Это не моим умозаключение. Это написано Слово Божие, что Бог есть Бог порядка и Бог устройства. Я не буду рассказывать, как Бог усовершенствовал этот мир, насколько он совершенный, что даже ученые не могут разобраться в самой простой клетке, а пытаются называть себя учеными. Оказывается, даже наша с вами клеточка, из которой состоит организм, а их миллиарды в нас, является самым сложнейшим изобретением Божьим. И люди не могут внеткнуть полностью в жизнь этой клетки, но пытаются себя делать умными. Снова и снова говорю вам. Нет никого умнее, чем Бог и его Писание. И мир, который он создал, создал в совершенстве. Поэтому совершенное его и слово. И воля его есть, опять-таки, благая и совершенная. Вот обратите на это внимание. Во-первых, благая, то есть она только нам на добро, а второе, она совершенная. Ничего лучше придумать невозможно. И вот Бог придумал церковь, создал ее, сказал, ее не смогут одолеть врата ада, и создал порядок этой церкви. И сказал, что должны быть епископы, должны быть дьякона, служителя, проповедники. И Бог создал четкую-четкую иерархию, как должно быть в церкви. Потому что без порядка не может быть и устройства. Даже на небе мы знаем, что у Бога строгий порядок. Есть херувимы, есть серафимы, есть ангелы, архангелы и много-много другого. Либо мы еще этого не знаем, вникать туда не будем, потому что нам это еще не открыто. Когда придем и это все увидим. Но и там абсолютный порядок. У Бога везде абсолютный порядок. Поэтому он желает, чтобы и в церкви был абсолютный порядок. Когда люди говорят, что мы из вселенской церкви, или человек говорит, мне церковь не нужна, я верю в себя дома и в душе, тогда покажи мне, где у тебя пресвитер, где у тебя рукоположенный дьякана, где у тебя служителя, проповедники, где, когда вы собираетесь вместе, написано, ждите друг друга, а потом принимайте причастие. Причем причастие должны проводить как раз именно служителя. И если ты сам себе режиссер, то ничего этого у тебя нет. И ты не можешь сказать, что у меня своя домашняя церковь, создать себе свою собственную домашнюю церковь, из того, что ты там, папа, пастор, твоя жена, пастырица, и двое или трое твоих детей, ты не можешь создать свою собственную домашнюю церковь. Был, когда-то, недавно было времена пандемии, мы их хорошо запомнили. И многие из нас оставались по домам из-за этой пандемии, потому что вплоть до того, что там штрафы накладывали, там огромные наказания делали за это. Мы вынуждены с вами были находиться по домам. Однако, церковь не рассыпалась. И хотя мы находились по домам своими семьями, но никто не организовал свою собственную церковь. Будь то гонение, будь то пандемия, есть церковь, которая даже если сейчас находится по домам, а будут еще худшие времена, и многие церкви как раз будут прятаться по домам, как это было во времена первых христиан, когда начались гонения на них. Так вот, церковь оставалась церковь. Стояли пресвитера, пастыра стояли, стояли для кона, служителя, и они наблюдали за домашними церквями, они приходили в дома и преподавали причастие, и не было беспорядка, хаоса не было нигде, пока не пришло нынешнее время. Пришло время хаоса, и каждый себе сам режиссер, сам себе определяет, сам решает. То он пьет вино там себе и говорит, я причащаюсь, то он себе сам свою церковь организовывает, потому что он себе решил, ему не нужны никакие церкви, он сам себе церковь. Однако, это все глупости. Это все безбожие. И человек, который хлопает дверями, говорит, выходит из церкви, я ухожу, и Бог ушел со мной, сомневайся в этом. Очень сильно сомневайся, потому что Бог не ходит за людьми психованными, за людьми, которым никто не нужен, им достаточно только того, что они сами себе верят в себя в душе, и больше им никто не надо. Бог не ходит с такими. Бог таких поднимает, когда они неверующие, и находит их в любом месте, будь он в камере-одиночке, в тюрьме, будь он где-нибудь в лесу, где-то, не знаю, в горах, Бог его может найти и там. Но Бог прилучит его к себе, и хочет, чтобы этот человек прилучился к церкви. Я знаю, что есть разные обстоятельства, и многие будут сейчас писать в комментариях о том, что у нас нет возможности. Мы живем в таком месте, где нет церкви, и мы там собираемся немножко в доме. Есть и такие моменты, когда есть настолько глубинка называется, когда люди живут так глубоко, что туда ни церкви не доезжают, ни пастыра, ни служителя. Даже если вы собираетесь с небольшим количеством людей, вы все равно должны быть кому-то привязаны. То есть есть церкви больше, есть церкви, в которых есть организация, пастыра, служителя, декана, и вы должны быть как дочерняя церковь. Вы должны быть от какой-то церкви как дочерней. А та церковь, которая имеет свое служение, свой правильный порядок библейский, должна наблюдать и за такими церквями, которые находятся очень далеко, очень в глубинке. Если даже собирается там 4 человека, потому что больше нет. И там нужно иметь шефство над этими маленькими церквями, чтобы они не были забыты, заброшены. Напишите письмо, позвоните, и пусть вас возьмут под шефство, чтобы хотя бы иногда к вам приезжали, чтобы могли преподавать вам причастие, могли кто-то приехать проповедовать. Если уже крайний случай, что никто не может заехать, то в этом случае, я думаю, что Господь находит решение и выход из любого положения. Но это решает не человек, это решает Бог. И весь народ сказал Аминь. Поэтому снова и снова вам хочу сказать, церковь, это не самопровозглашенное предприятие, это то, что организовал Бог, и там должен быть Божий порядок. Если ты член Вселенской Церкви, снова повторяю, покажи мне своих деканов, пресвитеров и всех остальных. Если ты ходишь в нормальную живую церковь, значит, у тебя будет такое же устройство, как написано в Библии. Церковь – вещь не виртуальная, она реальная. Поэтому, когда вы откроете Библию, вы там прочитаете послание Коринфянской Церкви, послание к Церкви в Галатах, послание к Церкви в Ефесе, послание в Церкви к Колоссянам, потом даже в Откровении, когда уже Иоанн запечатывает книгу Библии Откровением Иоанна Богослова, там идет обращение к семи церквям. Не к какому-то аморфному, непонятному чему, а к конкретным семи церквям. Единственное, что написано там, глава вторая, с первого стиха. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Наш Иисус Христос говорит апостолу Иоанну, напиши ангелу Ефесской Церкви». Многие путаются в этих вопросах, объясню сразу же. Может ли человек писать письмо ангелу? Не может. Почему? Потому что ангелы получают распоряжение от Бога, они подчиняются Ему и приносят нам известие. Мы знаем с вами, что Мария неожиданно увидела ангела. Муж предстал перед ней и сказал, что она благодатная женщина, что она та, которую Бог избрал, и что она родит Сына Божия. И это не она писала письмо ангелу, а ангел пришел с поручением Божьим и сказал ей это. Поэтому, когда написано в Откровении ангелу церкви, и называется какой церкви, это кто? Пастыр. Так обращается Бог к пастырам церквей, которые стоят на церкви. Как приводится слово пастырь? Пастух. Да? Обыкновенное простое слово пастух. По-другому еще оно звучит как пастырь. Тот, кто пасет стадо овец. Бог называет нас своими овцами. И Он говорит, я добрый пастырь. Он говорит, я добрый пастух. Не злой, который разгоняет, или которому нет дела до его овец, а наоборот, добрый пастух, который за ними наблюдает и говорит, оставлю девяносто девять и пойду ради одной заблудившейся. Но вот что делает Господь. Он создает церковь и ставит над ней пастыров. И когда кто-то говорит, у меня единственный пастыр, это мой Иисус Христос, вы врете. Потому что Бог сказал, что я поставлю пастыров, присвятеров поставлю над каждой церковью. А как Он называет себя в этом случае? Пастырь и начальник. Вы читали это в Библии? Он говорит, что приду я, пастырь и начальник, и спрошу, и взыщу с пастырей за овец моих. Я хочу, чтобы вы себе поняли эту главную и очень важную систему, что никто сам по себе не бывает. Бог ставит пастырей, доверяет им своих овец и называет себя пастыри-начальником, тот, кто стоит над всеми пастырами, и который говорит, что я приду и испытаю, и проверю каждого пастыра, и взыщу каждую овцу с каждого пастыра. Скажите, кто ответственен за овец? Пастыр церкви, да или нет? Кто уполномочил его это делать? Бог. Это нужно понимать. Я не беру сегодня крайности, когда люди сами называют себя пастырами, сами себя ставят, и начинают себе создавать какие-то там группки. Я об этом не говорю. Я говорю о тех, кого ставит Господь, из которых жестко спросит за каждую овцу, которую поручил пастыру. Кто за нас с вами отвечает? Еще раз хочу, чтобы мы себе это поняли. За нас с вами отвечает пастырь. Его уполномочил Бог и сказал, а я твой пастырь и начальник. Приду и спрошу с тебя, и взыщу с тебя. И он говорит Иоанну, Иоанн, напиши послание семи пастырам в разных городах. Смотрите, что пишет апостол Иоанн этим пресвитерам, этим пастырам в церквях. Их семь посланий. И вот как начинается первое. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Посмотрите, как Бог строго взыскует с пастыров. И он знает каждого пастыра в каждой церкви. Вторая церковь. Знаю твои дела. Это Смирнская церковь. И скорбь, и нищету. Бог знает все, чем мы с вами живем. Посмотрите, он перечисляет и достоинства, и недостатки, и трудности, и проблемы, и говорит, Иоанн, напиши ему, что я знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Посмотрите, какие бывают разные церкви, и какие бывают разные служения, и разные обстоятельства. Мы с вами живем в церквях, которые среди войны. Мы не можем сказать, что мы богатые. Мы не можем сказать, что во время войны церкви все разбогатели, дальше как некуда. Мы живем в тяжелое время. Однако есть церкви, например, в Америке, которые по 10, по 15 тысяч, хрустальные, огромные, где там, когда заходишь, и там прям как будто бы попадаешь, я не знаю, на небо вообще. И они крайне богатые, и огромные эти церкви, много в них людей, такие церкви огромные в Корее, меньше чем 10-15 тысяч в корейских церквях обычно не бывает. Они очень огромные, потому что вся Корея практически, она вся верующая. Я говорю не про северную коммунистическую, я говорю про Южную Корею. И когда вся Корея уверовала, то в ней появились Самсунг, Хундай, Део, Киа и множество-множество других фирм, Корея стала самой богатой и самой известной страной, самая лучшая электроника, самая лучшая техника, самые лучшие возможности и огромные церкви, потому что они уверовали в Иисуса Христа, корейцы, и у них огромный успех. Но не об этом сегодня речь. Есть разные церкви. И вот одна из них, вторая такая, Бог говорит, знает твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Почему он говорит, что ты богат? Он богат духом. Он богат не деньгами. Эта церковь находится в таком стеснении, в таких обстоятельствах, и при том, что она не богатая, она богатая духом святым и дарами. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Бог говорит им, этому пастору, не бойся всего того, что тебе придется претерпеть. Третья церковь. Я просто почитаю немножко, чтобы вы поняли, какая разница бывает в церквях. Знаю твои дела, это пергамская церковь, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаамова. Бог знает все. Кто находится в церкви, какое происходит течение, учение, как ведет себя пастор, богатая, наверное, богатая церковь, и в каком месте эта церковь находится. Видите, одна из них вообще находится там, где престол сатаны. Еще одна церковь, феотирская. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене, и из-за вели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабом их, любодействовать и есть и доложертвенное. И это знает Бог. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Пятая церковь. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Оказывается, есть мертвые церкви. Оказывается, есть такие пресвятера, которые ведут мертвую церковь, потому что сами являются мертвецами. Сами давным-давно не в Боге, не в Духе Святом, а Бог знает, потому что доверил там своих овец. И вот что говорит Бог такой церкви. Поэтому, когда будете говорить, вот у нас такой пастор, а у нас такой пастор, знаете, есть разные церкви, существуют разные церкви. И вот одна из таких, о ней говорит, Господь, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодруствуй и утверждая прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Шестая церковь. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Есть и такие церкви. Это та церковь, на которую мы хотим быть похожи. Знаете, что за церковь? Филадельфийская. Та церковь, в которой Бог скажет, я защищу тебя, я заберу тебя и сохраню тебя от годины искушения, которая придет на весь этот мир. Сеграду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И последняя церковь Ладыкийская. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. И ангелу Ладыкийской церкви напишет так, говорит, Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то я изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Люди, которые имеют огромадные богатства, имеют огромадные церкви, вдруг в какой-то момент становятся слепыми из-за своего богатства. Не говорю, что все церкви так. Но он говорит, что есть крайне богатые церкви, в которых пастыра просто в богатстве своем забыли свой смысл, забыли свою идею, ради чего стоят, и забыли, что придет пастырь и начальник и спросит с них. Вот такая вот бывает церковь сегодня на земле. Бывает очень верная, очень преданная, бывает слабая церковь, но так любящая Бога, хотя силы в ней немного, но она остается верным Богу при любых обстоятельствах. Это филадельфийская церковь. И Бог говорит, избавлю тебя от годину искушения, которое придет на весь этот мир, то есть восхитит такую церковь. А другим говорит, имея против тебя, приду и сдвину твой светильник с места. Церкви бывают разные, но я сегодня говорю о Божьей церкви, той церкви, которая собирается в небеса, когда Господь сейчас подхватит ее и заберет в осветение себе и где будет потом брачный пир, и мы мечтаем там быть. Мечтаете или нет? Мечтаем там быть. Но вот очень важно, чтобы сохранился Божий порядок. Для этого в каждой церкви Богом поставлен пастор. Бог взыщет с него. Вы видите, как строго Бог относится к пастырам. И даже если не сам пастор, а какая-то женщина там называет себя пророчица и начинает что-то там пророчествовать, и пастор не досмотрел это и попустил ей, то Бог с него спрашивает, потому что он ответственен за это. Видите, насколько серьезный спрос у Бога с пастыров. Поэтому никто не может сказать, мне не нужен пастор, мой пастор – Бог. Ты лжешь, потому что Бог поставил пастыров и пресвятеров, для того, чтобы они наблюдали за стадом. Теперь, если мы представим себе просто стадо Божье, овец, за которых отвечает пастух, то значит, за каждую овцу он несет ответственность. И если какая-то заблудилась, что нужно сделать? Пойти искать ее и возвращать. И здесь хочу вам сразу же сказать самое важное. То, ради чего я начал всю эту беседу с вами, ради того, чтобы вы поняли, что когда мы отрываемся от церкви или отрываемся от стада, это те самые потенциальные смертники, которых и выхватывают потом волки. Волки не расхищают все стадо, не кидаются на него толпою. Волки ждут, когда кто-то от стада отстанет. И вот именно эту отставшую овцу, это может быть слабая овца, которая где-то во грехах каких-то там топчется. Это может быть больная овца, которая тоже никак не может разобраться в своей жизни и продолжает жить своей страшной жизнью со своими еще пережитками, со своими грехами и прочими вещами, когда не может от этого избавиться. Она больная, она плетется сзади, когда вся церковь двигается в небеса. Такие слабые овцы плетутся сзади. Они то на замечание, то на отлучение, то их вообще где-то не потерялись. А есть дикие и буйные овцы, написано, которых все время что-то не устраивает, им что-то не подходит. То там им любви не хватает, то здесь что-то их не устраивает, то к ним не так отнеслись, то не выдали им почести, то они сами себе режиссер, а ты мне кто такой? Одна женщина сказала своему пастору, какой ты мне пастор, я тебя не выбирала. Но ты находишься в его церкви, ты принимаешь там причастие. Как ты можешь сказать человеку, которого Бог поставил на церковь, сказать, кто ты мне такой? Я тебя не выбирала. Мы родители не выбираем, правда? Вы выбирали своих родителей? Нет. Можете сказать своим родителям, кто ты мне такая? Или кто ты мне такой? Какой ты мне отец? Я тебя не выбирал. то сказано, что это нарушение Пятой Заповеди Божьей. И сказано, что Бог за это сократит жизнь такому ребенку, за то, что он так относится к своим родителям. И это очень опасно. Точно так же опасно и отношение наше с вами к пастору такое. Если мы пастора не уважаем и не терпим его, если он нам не указ, то вы ошибаетесь. Уже сатана на вас положил свой взгляд и хочет вас вывести из церкви для того, чтобы вы погибли. Он ничего не может с вами сделать в церкви, когда вы находитесь в служении. Потому что создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Чтобы одолеть вас, вас нужно вывести за церковь. Чтобы вывести вас за церковь, нужно порвать все отношения с пастором, потому что он все равно пойдет вас искать. Потому что Бог ему поручил, оставь 99 и пойди найди одну заблудившуюся. Но мы с вами знаем, что тот, кто заблудился, кто отошел, потенциальный смертник, это как раз тот, которого дьявол или волки, так называемые волки, обязательно выхватят, и эта овца погибнет. Поэтому Бог сказал, никуда не отлучаться от церкви и не оставлять собрание ваше до последнего дня. И сказал, я приду и возьму церковь. Именно церковь возьмет Господь. Чего хочет дьявол? Чтобы мы оказались вне церкви. Чтобы нас с вами похитить. Или чтобы ты был постоянно больной. Что такое больной? Это когда тебя не устраивает Писание, или не устраивает тебе какие-то порядки, ты хочешь по своим порядкам жить. Ты хочешь выйти замуж за неверующего человека, или ты хочешь жениться на неверующей девушке, ты хочешь где-то развестись, ты хочешь где-то вторую жену себе завести, или еще что-нибудь. Это все, что приводит человека к тому, что он больная овца. И он будет плестись, и дьявол обязательно его похитит. Как больную, нездоровую овцу. И буйные овцы – большая проблема. Когда-то я вам рассказывал, сущность картины – пастух несет овечку на своих плечах. И рассказывал вам о том, что на самом деле это не то, чтобы буйная овца, и этот пастыр носит ее на себе постоянно, чтобы она куда-нибудь не убежала. Я вам рассказывал, что такое овце, пастыр ломает ножки, перебивает жезлом железным, перебивает ей ноги, потому что она буйная и постоянно куда-то убегает. Потом он носит ее на себе, пока не заживут у нее ножки. Когда у овцы заживут ножки, он снимает ее со своих плечей, ставит ее на пол, и она от него не отходит ни на шах. Он все это время кормил ее вот так вот с руки. И когда он снимает ее со своих плечей, она от него не отходит и кушает только с его руки. Вот так иногда Бог исправляет нас, с вами буйных овец, которые постоянно ищут себе приключений. Или болячка случится какая-то, или несчастье, или авария, или катастрофа. Что угодно может произойти ради одной единственной цели. Бог не желает твоей смерти. Бог хочет, чтобы ты был спасен. И когда у тебя начинается буйство, когда у тебя начинается свой характер, свое я, а ты сам себе режиссер, мне никто не указ, а я считаю, что должно быть вот так, а у вас это не так, а я хочу больше любви, а вы не любите, то обязательно ты отделишься от стада, и сатана тебя уже со своей стаей там давным-давно ждет. Что будет с такой овцой? Она просто погибнет. Она не станет процветать. Это невозможно. Без Божьего порядка невозможно процветать. Только в порядке с Господом, в отношении с Богом можно процветать. Бог никому не сказал. Соберись и уходи отсюда. Если там несут течение не апостольское, тогда найди себе церковь, в которой ты увидишь, что там хорошее нормальное учение, и там оставайся, и находись там. Но если ты бегаешь туда-сюда по церквям, если тебя то там не устраивает, то здесь не устраивает, то ты опять какой-то в грех влез, и начинаешь винить церковь, виновата пасторный такой. А это первая проблема. Хочу, чтобы вы себе поняли этот главный вопрос. Первое, что скажет человек, который начинает отходить от истины Божьей, скажет, что пастор ему не указ. Он слушает только Бога. Это тот же вопрос, очень простой вопрос, как я когда вам говорил, что если женщина не хочет подчиняться своему мужу, то она не может угодить Богу. «Женщина, не покорная мужу, не может быть покорная Богу». И весь народ сказал «Аминь». Так написано в Слове Божьем. Поэтому если женщина говорит, он меня не устраивает, или он не такой, или у него руки не те, что бы она ни говорила, сказал Господь, глава жене есть муж, глава мужу есть Христос, а глава Христу есть Бог Отец. И это Божий порядок, и никто не имеет права его менять. И если сегодня ты для себя решил, что пастор тебе не указ, что ты слушаешь только одного Бога, ты врешь. Ты великий лжец, который где-то уже начал грешить против Бога, начал грешить против истины Его, начал поступать, как тебе хочется, не по Божьей воле, и ты сто процентов скажешь пастору, что он тебе не указ. Но если ты не покорен своему пастору, то ты Богу не можешь быть покорен. И если ты не хочешь слушать своего пастора, то ты не можешь угодить Богу. И не пишите мне, что у вас неправильный пастор, неправильное служение, все остальное вы вынуждены не подчиняться пастору. Я говорю о здравых церквях, я говорю о здравых отношениях, и не о тех людях, которые считают, что их пастор самый худший пастор на земле, потому что они находятся во грехах. Это нужно понимать. Это очень важно. Как только у тебя появляется мысль о том, что пастор тебе не указ, где-то сатана нашел в тебе открытую дверь и начинает уже в нее пролазить. И первое, чего он лишит тебя, это отношение с твоим пастором, потому что Бог тебя поручил твоему пастору. Ты не выбираешь пасторов. Бог выбирает тебя пастора, направляет к нему, и ты находишься там. Потому что Бог этому пастуху поручил тебя, и с него за тебя спросит. Но если ты буйная овца, то пастор тебе не указ. И когда ты говоришь, что только Бога слушаешь, для пастора это первый сигнал того, что эта овца уже заболела. Что сатана в нее уже забросил свое семя, и оно уже прорастает. Он знает, что пока у тебя отношения с пастором хорошие, пастор поможет тебе устоять. Для этого пастор и стоит над овцами. Для этого Бог с него и спрашивает. Поэтому, когда человек в хорошем положении перед Богом, когда он не грешит и живет поистине, то пастор для него первый друг. У него будет хорошее отношение с пастором. Малейший что-то не так, он придет к пастору посоветоваться. Пастор как вот так и вот так. Пастор готов принимать в любое время, дня и ночи. Согрешил, значит, встанем на колени, помолимся, покаемся. Не знаешь, как выйти из этой ситуации. Пастор тебе подскажет, почитаете Библию, и он направит тебя, потому что через кого Бог будет говорить с тобой в первую очередь? Через пастора, которого над тобой поставили. А также через слово, через песни, через молитвы, через проповеди, будут говорить с тобой, но первый, кто стоит над тобой, это пастор. И его поставил Господь. Хочу прочитать свое место и священное писание. 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Достойно. Еще раз. Достойно. То есть, очень правильно. Начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Особую честь оказывать тому, кто является пастором, пресвитером. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Особенно, которые учат вас и наставляют по писанию. Особенно им нужна сугубую честь. И как только у тебя начинается негодование, нелюбовь к пастору, значит, ты заразился каким-то вирусом. У тебя проблема где-то, ты не побдил. И сатана тебя хочет уже отлучить от церкви. Но для этого сначала ты должен поссориться с пастором. Поэтому, если возникла у тебя мысль, что у тебя плохой пастор, приготовься. Сатана на тебя уже закинул свое ласо и будет тебя тянуть из церкви. А ты дал ему место внутри себя. Иначе по-другому бы не получилось. Потому что, когда мы с вами правильно ходим перед Богом, то сатана не может нам ничего сделать. Он бессилен против нас. Но когда мы приоткрываем для него дверь, вот тогда он набрасывает на нас свои мысли, свои идеи, свои желания. А мы думаем, что это наше желание, что это наша мысль, наша идея. И начинает давать вам сомнения. Ваш пастор Хапуга. Он, наверное, ворует деньги из казны. Он, наверное, живет за счет церкви. Начинаются всякие глупости. И сатана сеет эти глупости для того, чтобы людей отлучить от церкви. Кто допускает эти мысли, допускает дьявола к себе в голову. Для того, чтобы дьявол изменил ваше мышление. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И это поручение Божие. Это не я сказал. И не я это придумал. Так написано в Слое Божьем. И мы с вами должны это понимать. Поэтому еще раз хочу вам всем сказать. Как только у вас начинается негодование на пастора, значит, дьявол уже работает с вами. Как только вы услышите от человека, что мне не пастор, у меня есть Бог, знайте, что человек уже болен. И он уже сатаной поглощается больше и больше. Потому что здоровая овца никогда не станет против своего пастора. Против пастуха своего никогда не восстанет. Потому что пастух поставлен Богом. И он наблюдает за всей пастрой. Это правда или нет? И он говорит, я взыщу с пастыря начальников. Для меня это не столько привилегия, сколько огромная ответственность за каждого из вас. Поэтому, когда вы спите и отдыхаете, пасторы всегда молятся и плачут за каждого из вас. Переживая, чтобы кто-нибудь не пропал. Чтобы дьявол кого-то не похитил. Чтобы кто-то не впал в ветро учения. В какие-то свои собственные мысли, которые не собственные, а учения, которые дьявол закидывает в наш мозг. И если даже у тебя приходят твои страшные сомнения, иди к пастыру. Иди к пастыру и беседуй со своим пастыром. Потому что этого хочет Бог. Для того, чтобы защитить тебя. Тебе это необходимо. Тебе это крайне необходимо, чтобы тебя мог защитить Господь. Не давайте вместо дьяволу. Ни в коем случае. Не давайте вместо дьяволу. И напоминаю вам, когда израильский народ переходит через Иордан, где он получит землю во владение, Бог говорит, я покажу тебе место, где ты будешь приносить мне жертвы. Ты не можешь сам это делать. Ты не можешь ни с того ни сего встать и сать, а я пойду в другую церковь. Встань на колени и скажи, Господи, где я должен быть? Можно ли мне взять все бросить, развернуться и пойти туда, куда я хочу? Если Бог даст тебе добро и скажет, да, вставай и иди, потому что это мой путь. Вставай и иди на здоровье. Пусть тебя отпустят с миром. Иди туда, где тебя Бог ведет. Но если ты сам для себя бегаешь и ищешь, то ты не исполняешь волю Божью. Ты исполняешь свои прихоти. И дьявол уже нашел тебя, и он уже хочет тебя погубить. Не дайте ему это сделать с вами. Да сохранит нас от этого Господь. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!